Крашится, да? Да, и вот сейчас заново, тут куча бейлингов, миллиард просто морфится. 40 бейнлингов сейчас будет у Зерга. Грейда на дроп нет? Сколько там сентри? Интересный вопрос. 4 или 5 было в прошлый раз, когда он убивался от мутки. Мув только-только подготовился. Ой, какая зеленая просто. Толпа бежит, пойман. Микоз, как больно сейчас смотреть на Рела. Какой сейчас будет взрыв, отблинкивается, натеряет всех важных технологичных юнитов сейчас протос. Остаются голые сталкеры. Зачем он взрывается бейлингами в имморталы колосса? Ну а куда? Широ уже песятся, Ред. Да, пробревается. Здесь и мута очень вовремя подлетает. Сейчас фокусит просто колоссы, инфестеры линги тут должны... Ой, а это, кстати, может быть слив. Какой слив получается-то, а? Да, ну он отковыряться должен. Инфеститерны, конечно, сейчас зажгут. Но проблема в том, что там под заказ. И идет дотекание. 150 лимита на 100. Инфестиды давят сталкеров, заставляя блинковаться. Фаржи нет. Кстати, интересно, он успел второй грейд на атаку сделать или нет. Точно не успел третий к такому моменту. Но больше грейдов у протаса не будет. Отключается гейт, начинается шухер. Инфестиды все еще по кому-то там стреляют. Человек выщелкивает пару муталисков. Нормально. Тут куча бейлингов вновь. Морфится 52. 52 бейлинга. Что ж ты делаешь-то, Рэд? Может... Рэд молодец, он уже все. Он уже показал, что... Ультралис кэвер. Никаких тебе брудлордов. Ничего не нужно. Нужно просто большое зеленое полотнище. И сбей. Пожалуйста, не нападай на меня. Аааа. Красивый блин. Красивая реакция прям. Но тут минус Нексус. И минус еще сталкеры. Это просто унижение сейчас уже пошло. Унижал его по полной программе сейчас. Да, Риэл потерял вторую локацию. Она, кстати, сейчас одна из двух работающих. Потому что мейн почти... Ну, 20-я минута пошла. На 21-й обычно мейн заканчивается. И... А, ну, джиджи, да. Вот так. 2-0. 2-0. Европейцы доминируют над корейцами. Ах ты тролль. Ладно. Европейцы над корейцами. В смысле? А что такое? Вброс сейчас. Европейцы, которые живут в Корее, доминируют над корейцами, которые живут в Европе. Би-би-би-би-би. И, понимаешь, из-за кого тут болеть? Кто из них больше европейцы, а кто из них больше корейцы? Возникает вопрос. Да, да. Что, 3-0 может? Почему нет? Подожди, а кто говорил 3-0, что будет? Вайлет, когда говорил, что обыграет Ретта. Ну, соврал, конечно, парень. Что-то очень непонятное. Тут очень много каких-то непонятных штук. Где кто? Почему? Зачем? Ну, вот на страничке со стримом у вас там очень у меня все покрашилось. Ну, не покрашилось? А, нет, все нормально. Не знаю. Мне хорошо отображается. ОМБ озвучите о проблеме фризов ужасных. Друзья, возможно, сейчас из-за большого количества зрителей твич не выдерживает. Я не знаю, возможно, у меня какие-то проблемы с твичом. Возможно, у вас проблемы с твичом. У меня сейчас до твича дропов 0. Сейчас заглянем. Я понял, понял. Ребята, у нас тут есть информация о голосовании, который проходит на ЕС от ЕС. А, там игра начинается. Нет, пока начало я все-таки скажу. Есть ли где-нибудь ссылка на голосование? Ссылку поставь, пожалуйста. А, есть ссылка в новости. В общем, проходит голосование. Это не то, которое было на тем ликвиде. Это проводит ЕСЛ. И много хороших, интересных призов. Там компьютер, монитор, все дела, девайсы от Razer. И там... А как называется новость? А, вот. Да, в репортаже есть ссылка на голосуй. Мы не призываем вас голосовать ни за кого-то конкретного. Перечислю просто никнеймы. А, название SICK NERD BALLER. Это... Как бы это сказать-то помягче. Дофига крутой парень. Ну, псих, короче говоря. Real, Red, Supernova, Violet, Сливка, Димуслим. Перечисляю призы. Комп на базе Intel Core i7. Монитор банковский. Razer Bundle. Это держатель для хвата. Кстати, интересно. Или это набор девайсов Razer. И какой-то эксклюзивный, уникальный MVP худи. А, это футболка. Вот. Ссылка на голосование есть в новости. Информация пришла от Кармака. Отлично. У нас здесь открывается через Gate сейчас Real. Причем интересная очень застройка. Совершенно нетипичная. Пилон в стенке. Титана. А хотя даже это не стиль Титана. Не, ну стиль Титана это Gate Nexus на любой карте. И после финала, кстати, друзья, после финала будут на сцене этого человека награждать. Объявят, кто победил. Оденут футболку. Вот. Поэтому голосуйте за кого угодно. И что у нас тут выходит? Пробочка чекает, нет ли хаты. А хаты нет. Пул делается. Оверлорд видит, что застройка. Я что-то не понимаю, думает Овер. Чего-то я не знаю в современном ПВЗ, говорит он, но совершенно другое. Не, ну так играли давно. Где-то месяца 3-4 назад это был практически стандарт. Выход с одного или с трех гейтов на Expand. Не, не, я не спорю. Споров нет, Майкер. У меня претензии к билду. Да, абсолютно. Учитывая то, что это Shattered и то, что здесь очень широкая рампа, зачастую, да это даже рационально, есть карты, на которых, ну, в Forge Expand сложно играть. Тот же Zillnaga Caverns, да, тот же Shattered Temple. Меня смущает больше тот факт, что в стенке ставится пилон, понимаешь, когда можно сделать стенку из гейта и кибернетки. Это меня смущает. А, ну это да, это весьма странно, потому что застройка фактически ничем не отличается, за исключением, если ты боишься, что там будет какой-нибудь седьмой пул, и ты не успеешь построить второе здание из-за рабочего. Ну, то есть, типа, пилон с гейтом, они уже делают базовую какую-то застройку, с которой можно как-то отбиваться. Но это сомнительный аргумент, потому что, ну, ну, ладно. Ну, это бред, на самом деле, потому что бейлинги просто очень сильно работают против таких застроек. Ну, вот я к чему говорю, потому что сейчас вот, да, делает Red, например, бейлингов, прибегают бейлинги, они могут врываться, если так они врываются, взрывают Zill, это бросается в Force Field, и там остается Core и Gateway, то так еще и пилон, и можно потерять... Ой, какой робот! Призма, что ли? Да. Видимо, он сделал такую застройку, знаешь, почему? Для того, чтобы тупо не пустить разведку к себе. Не пропустить собак, не пропустить никого. Чтобы раньше у тебя появилась такая вот глухая... Ну, не глухая, а полуглухая стеночка. Хотя дрон до появления сталкера у этого Сентря все равно может через Mineral Walk зайти, но может быть у него там была заготовка, что я временный пилон влеплю в это место. Короче, смысл в сверхбыстрый Robotics. А сверхбыстрый Robotics это что? Правильно, сверхбыстрый дроп призмы, потому что он добавляет еще два гейта. И Immortal в этой ситуации это выглядит абсолютным бредом, потому что выходы с Immortal сжираются просто маслингами. Но смотри, как реагирует на это Red. Роучи Линги он собирается играть, он собирается отвечать на... Ну, либо на какую-то агрессию с одной локации от протиса, либо на... Он боится, да. В любом случае он боится любой агрессии. Четыре гейта, ставим роучи. Какой-то... А что там, четыре гейта, да? Да, четыре гейта. Слушай, насколько Реал не уверен в себе? Насколько он... Вот, он который с этой же играет... Ну, второй сет он отыграл стандарт на терминусе. Первый дарки, второй макро и... Сейчас Овер успеет долететь. Успеет увидеть призму, смотри. Овер летит. А почему опять, кстати, сталкера нет? Ну, лол, ну сталкера же надо делать, ну ты... У него по другой стратегии, то есть он этим... А, остановился Оверлорд. Беда. Но видит пробку, которая вышла под прокси, уже опасно. Видит четырех сентрей, как бы тоже говорит о том, что... Может быть, подвыход с подварпом. И пошли четыре сентри. Ну, опять вот, я поражаюсь, почему все так... Ой, спалились они. Спалились, конечно же, потому что Ред контролит свой мейн. А, вот так, да. Ну, просто алл-ин на мейн зергу сейчас. Посмотрим, насколько хороша реакция здесь. В принципе-то, линги есть, роучей надо дождаться. Рабов главное не потерять. Здесь, мне кажется, что рациональный просто... Позиция, позиция. Самый гордый здесь позиция. Просто... Как сентрю свою? Вот это краб! Не-не-не, сейчас призму ты просто берешь и... И, ну, понимаешь, все равно... Ну, краб, да. Потому что сентря не должна оставаться за форсфилдом. Ну, как так? Получилось, так бывает. Но все ошибаются, все волнуются. Матч за третье место, ты проигрываешь 2-0. Ну, тем более. Вот они, форсфилды, отсекаются великолепно. Королевы, минус 2 квины, но здесь очень много лингов, и подходят роучи, и... Хватит ли этого? Плохо, что сейчас... Кажется, не очень, а протасом? Ну, он сейчас с тараканами должен отбиться. Кстати, призма... Никак не законтрить, никак не законтрить. Королевы все потрачены, помнишь, да? Они умерли вот там вот под форсфилдами. И несмотря на то, что сейчас роучами отбивается здесь ред, у него будет очень слабое дотекание, нет инъекций. Рабы поехали, конечно, здесь уже все. Все, армия постоянно по три личинки с мейна, с экспанда, но решает уходить реал. Двек вины под заказ, пытается... Ну, Рэд понимает, что единственное, что сейчас может сделать противник, это, кстати, рабочих практически не убил. Очень плохо, кстати, получилось. Хреновый. То есть, если ты размениваешь мясо на мясо, при том, что у противника эксп и больше рабов, то... Это все... Ой-ой-ой-ой, собачки так накинулись буквально на сталкеров, снесли щелды. Да ладно, твайлайт еще. Дарки, что ли, будут? Ну, это... В принципе, интересный ход, но, по-моему, во-первых... Нет, это не дарки. Это не могут быть дарки. На них газа не хватит сейчас просто банально. Новый дроп. Полетел четырех с антрей. У Рэда разбита для золота постановки. Там просто чатик новый. Я отвлекся. И Дарк. И Дарк Шрайн. Короче, Реал поплыл. Он не знает, каким макаром ему в дефолтной игре выигрывать и начинает делать всякие... Так он и не играл против Рэда в дефолтную игру. Он и не играл, он и не пробовал. В одном сете попробовал, получилось плохо. Во-втором, во-втором. В-первых, он через Дарков тоже открывался, помнишь? Да. То есть он с самого начала как бы... Ой, светный улетает. Даже не попробовал на рампу. Тут можно такими маршрутами красивыми залетать на рампу и бросать Форсфилд на рампу. Из этого хотя бы что-то извлечь. Кстати говоря, лейр-то будет готов, но, насколько я помню, три дарка это необходимое количество для того, чтобы за время постройки Аверсера убивать хэтчера. Он не пройдет, а хотя призма. Призма, призма, конечно призма, да. Тут проходить он и не собирается. Хотя, может, и про эти какая разница. Там, в принципе, ни Аверсера, ни Спорок нигде нету. И сейчас, по-моему, настолько неадекват, Ред от Трела может и не ожидать. Да, он видит Nexus, он видит, в принципе, стандарт, и он не знает, что там... Ну, он чувствует, что Nexus поздноватый. Но почему он этого объяснить сейчас не может? Ставим нычку на золоте, пока все ровно. Какой красивый пилон сейчас здесь будет, слушай. Вот это, реально, конечно, из призмы выжимает по полной программе и свое, и все. Три дарка. Понеслась. Как Ред готов. И вот смотри, сейчас... Ну, лейр есть, сейчас будут Аверсиры. Оп, первый, пошел Аверсир, и сейчас цель это Рабы, это не убить Хату, это Рабы, конечно же. Дозаказаны Роучи, два Аверсира, один на Мейне, один на Экспанде. И вот сейчас бы, если бы были еще Сентри внутри этой призмы, они могли бы тут так зерго развлечь, очень круто, что... А, там пробка просто в этой призме. Да, жалко, если бы он сейчас действительно стянул всех Роучей наверх, в Дарках передропал вниз, и Сентриком закрыл проход. Но это совсем уж как-то невероятные темы, сложные разводы, учитывая то, что он... Ну ладно, неважно, хорошо. И насколько сейчас успешен был Харас? По-моему, там буквально Рабов, ну, пять от силы за это время убил Риэл, при том, что он мог по выбору убивать любую из хат, которую он бы хотел. То есть и Лейер, и Хэтчери, у Рэта была не идеальная реакция. Пока строится Аверсир, три дарка убивают Хату. Вот это происходит одновременно, время постройки Аверсира. Ну, решил Риэл, что лучше похарасить, что Рэд совсем не готов, а Рэд еще как готов, и сейчас пойдет своими Роучилингами, только это совсем не те Роучилинги, которыми делается обычная агрессия, их намного больше, они уже со скоростью Роучем, и это намного более серьезно. А вот сейчас он, кажется, уже не улетит призмой. Нет, улетит, всего одна квина. Сняли щиты, 35 хитов, здесь минус три Раба, судя по трупам, по крайней мере. Ты, кстати, контролирует табличку ЛОС, да, как ты считаешь, Майкер, бразильские комментаторы наши. Ну, показали, сколько рабов потерял сейчас Рэд. А, было такое? Нет, в том-то и дело, я же сарказмом говорю. А, увлеклись, бывает, ничего страшного. 125-83, второй играет на атаку, Мас Роуч, и задача Рэда сейчас... Ну, можно даже подпушить с таким количеством мяса. Сапплай блок, правда, неприятный, и шесть оверлордов приходится достраивать. Но золото работает, даже учитывая то, что у противника есть эксп, это совсем, ну, не очень страшно. Можно его с таким мясом подпушить. А, тем более он там сидит без форжи, ему отступать фактически некуда, чистое поле, можно окружить. Ой, красиво форсфелдер сбрасывается, да. Но зато они фокусят центрей. Они же фокусят центрей, да, Рэд? Нет, они не фокусят центрей, куча центрей осталась живых. И здесь, по сути, сейчас ни на что разменял кучу Роучи и Рэд. На филды, ой, на филды и на поля. Ну, на пять филдов и на один Гвардиан Шилд, ты знаешь, разменивать порядка семи-восьми Роучи и там лингов чуть-чуть, это совершенно неравноценный размин. О, Воркер Скиллд, да. 15 рабов за все время, учитывая то, что в начале там было два. То есть все дарки в сумме забрали 13 рабочих. Ну что, игра не то чтобы выравнивается, но, по крайней мере, сейчас у Риэла есть какие-то шансы. Если он будет терпеть, сейчас пойдет третью базу, освободит, убьет камни. Так, Дарка, 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 сейчас пытается убить в центре окружая от собаки. Версир подсвечивает, еще один Дарк. Слушай, хорошо поставил пулон здесь очень Риэл. И так красиво, прям его никак Зерк сейчас убить не может, кроме как с подсветкой Эверлордом. Плохая реакция здесь была от Рэта, мог бы намного быстрее среагировать, но потеря, в общем-то, теперь обернулась. Ну, тут на холд можно же поймать Дарка в холде. Ну, по... Ну, Версир крайне медленный юнит в этой ситуации. Оп, оп, Шульден Дарк на золото. Здесь тоже есть Версир, сгрызается довольно быстро. Паракилсов успел сделать. Камни пробивает и свои, и чужие, и сейчас Ред. И пилон видит, и сразу его собирается подбрить. В это время идет какой-то даже подвыход от Реала. Хотя он выходит в колоссов, скорее всего, это прогуляться на золна гиды домой. Просто испугать, заставить, подзаказать. Закопочка, перемещение под землей. Форжа пошла. Ну, если в первом сети закопка, перемещение под землей выглядели как прямая контракта, потому что делает Протас, то сейчас это не выглядит настолько хорошим решением. Если только Ред не собирается прямо уж под Форсфилдами проползать роучами, ну, конечно, это пригодится. Пригодится впоследствии. А, ну, как вариант, да. Но мне кажется, что в этой ситуации намного лучше был бы, не знаю, какой-нибудь Нидус, может быть, Грейт на Дроп, побыстрее технологии какие-то другие сделать. Вариантов куча, как реализовать свое преимущество Зергу на Шеттерде в такой ситуации, когда вначале так все было хорошо. Быстренький Хайв может сделать, больше Инфесторов, побыстрее Газы на Золоте. К тому же золото, там такой еще с инком отличным по минералам должен быть у Реда. Так, собак не смогли поймать? В принципе, там их не так много было. Для Реда они сейчас совершенно уж расходный материал. Смотри, уже почти 200, 1500 минералов у него есть. Ну, голые Роучи Линги, это, конечно, не очень хорошо. Это вызывает некоторые сомнения. И вот то, что Грейды там Ред сейчас не особо ими занимается, это плохо. Там Грейд на Коготь первый, но на дальнюю атаку и на броню... Ну, на дальнюю атаку 2 пейди, и на броню еще нет вообще Грейдов. С Колоссом выходит сейчас Реал. Должен его встречать здесь Ред. Встречать в удобном для себя месте. Ни в коем случае не... Собачки забегают сейчас на мынь. Вот это хорошее решение. Ой, как хорошо. Но здесь есть Зилот криво стоящий. И вот она застройка. Вот она застройка. И в центре одновременно пытался напасть, но там Форс Вилды отгородили. Закопчикой спасает. Спалил, кстати, закопку заодно. Вот, и здесь очень хорошо. Сейчас Ред, кстати, рабов выгрызает. У Рилла такой лимит достаточно солидный уже. И против колоссов особо сейчас нечем воевать. Два колосса будет. Два колосса жгут уже неплохо. Но Форс Вилды, конечно, не бесконечные. Надо фокусить с энтрей, когда прополз. И есть обсервер. Новый колосс выходит. Он сейчас очень уязвим к вот этим вот залпам роучи. И похоже, что все-таки Ред здесь пробивает. Минус последний. Мортал убегает. Да, сейчас... Слушайте, а Протас выигрывает сражение. У Реда до заказ очень плохой. А где до заказ Реда? Сейчас будет, сейчас будет до заказа. Я не знаю, что такое. У него личинки вроде были. Деньги на руках есть. О, сейчас пытался колосса отстрелить. Хорошо. Сейчас пытается Иммортал отстрелить. Хорошо. А там Форс Филды закончились. Чего ждать? Нету блинка. И сколько коверов в центре карты. Нет, ждать-то надо. У тебя работает три базы. Есть четвертая. Ты можешь с мейна, который закончился, перевести рабов на четвертую. Тебе вообще сейчас не нужно сражаться. Пусть копит благополучно ману и терпит с одной базы, выходит на вторую. Все нормально. Сейчас Ред просто отстроит быстро лимит 200. У него газа только нет для этого. Из-за того, что на золоте газилок нет. Голые роучи. Ты знаешь, мне это очень напоминает, когда в Бурдваре зерги играли все ЗВП свои, вот всю игру от начала до конца, через чистых-чистых-чистых гидр. Ну, тогда это было немного другое. В принципе, похоже по концепции на роучи во втором Старкрафте. Вот. И смотри, Ред даже не берет пятый-шестой газ до сих пор. То есть он целенаправленно, осознанно играет в масс роучи. Без ничего больше. Интересное решение. Пытается развести сейчас Ред на форсфилды. Часть собак забегает на мейн, но там уже никакая добыча не ведется. Три Зелка идут в диверсию на мейн из-за подварпа. Убивают его этот собаки. Встретили уже Зелка. Причем они не атакуют его, они крутятся вокруг, потому что им сказали, на муве пройди. Они как-то... Да, огромное количество рабов нам сейчас показывают на нычке у Реала. У него... Она, безусловно, перекачана. Все те, которые были на мейне, атака... С двух сторон, с двух сторон здесь Ред, но очень удобная позиция для Протаса. Как красиво он форсфилдами отсек, все. И колоссы очень удобную позицию занимают, но, по-моему, Протас заканчивается. Да, да. Форсфилды закончились, сентри остались. Со сталкерами танковает. Два колосса делают шаг-выстрел, шаг-выстрел на слишком высокий ДПС. Выщелкивается один. И... Это GG, друзья. Это 3-0. Очень уверенная победа над Редом. GG, ВП. Ред берет третье место. Один европеец, друзья. В тройке будет? Все-таки будет.